Я предлагаю прочитать из первого послания Тимофею, 1 глава, 15 стих. «Верно и всякого принятия достойно Слова, что Христос и Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый». Хочу обратить ваше внимание на конец этого стиха. «Я первый». Наверное, вы согласитесь с моими наблюдениями, что человеку свойственно хотеть быть первым. У одних людей это ярко выражено, а у других более скрытно. Но нам по нашей греховной природе свойственно хотеть быть первыми в привилегиях, в почестях, в получении материальных благ и так далее. Пример такой, если вы пришли, например, в аудиторию, где на сцене будет проходить что-то интересное. К примеру, рождественская сценка у нас в церкви. Вы заранее думаете, нужно прийти пораньше и занять где места впереди. То есть надо быть первым, чтобы не в конце, когда уже места не будет. Или же вы пришли куда-то, поехали в Ланкастер, ну там по билетам, а есть где-то места, куда вас пригласили, и вы заранее думаете, ага, нужно поехать, чтобы занять место первым. Если вы когда-то раздавали гуманитарную помощь на улицах, то очень часто можно заметить это, как люди тоже хотят быть первыми. Друг друга проталкивают, хотят получить лучшее. Человек стремится быть первым. Первым прийти, первым взять, первому получить, первому увидеть, первому услышать, что-то первому узнать, первому передать какую-то важную информацию, первому занять очередь и так далее. Но кто из нас хочет сказать, что я первый грешник? Кто сегодня, братья и сестры, первым хочет поделиться, как на этой неделе кому-то нагрубил? Или как что-то сделал греховное? Никто не хочет, чтобы о нем плохо подумали, правильно? Нам не свойственно. Мы скрываем то, что мы делаем неугодное Богу, то, что стыдно показать другим. Но свойства лидерства, вот этого первенства в греховной природе есть. Но апостол Павел Тимофею пишет о себе, открывая информацию о своем прошлом. Я вот этот 15 стих вырвал из контекста, в котором Павел в первой главе пишет о том, кем он был до уверования и кем Бог его сделал. Давайте теперь прочитаем отрывок из этой первой главы с 12 стиха до 17. 1 Тимофею 1, 12. «Благодарю, давшего мне силу Христа и Иисуса Господа нашего, что Он признал меня верным, определив на служение, меня, который прежде был хулитель и гонитель и обидчик, но помилован потому, что так поступал по неведению, в неверии. Благодать же Господа нашего Иисуса Христа открылась во мне обильно с верою и любовью во Христе Иисусе. Верно и всякого принятия достойно слова, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый. Но для того я и помилован, чтобы Иисус Христос во мне первым показал все долготерпение в пример тем, которые будут веровать в Него к жизни вечной. Царю же веков нетленному, невидимому, единому, премудрому Богу честь и слава во веки веков. Аминь». Павел открывает Тимофею и нам в послании о том, каким он был грешником и как Христос его помиловал и кем сделал. Еще два места к этой же теме я хочу добавить. Это первое Коринфянам 15.9. Павел также пишет. «Ибо я наименьший из апостолов и не достоин называться апостолом, потому что гнал церковь Божию». К Ефесянам 3.8 Павел также пишет. «Мне наименьшему из всех святых дана благодатья благовествовать язычникам неисследимое богатство Христова». Павел не стесняется называть себя первым из грешников. Он открывает некоторые свои плохие поступки. В 13 стих мы прочитали «хулитель, гонитель, обидчик». Если взять категорию преступлений, то можно поспорить с Павлом о его первенстве в плохих делах. Ведь за историю человечества немало людей, может быть даже тысячи, которые сделали намного более тяжкие преступления, чем апостол Павел. Более количество людей уничтожили, преступлений сделали и разного греха. Если говорить о хронологическом порядке, то вообще первая согрешила Ева. Почему же Павел называет себя первым? Почему он хочет поставить себя в этом списке? И 16 стих нам открывает. Мы с вами прочитали уже. «Чтобы нам был пример». Какой пример? Пример того, как Христос прощает и как Христос поднимает человека из болота греха, из этой грязи, поднимает его, прощает, делает его новым человеком и еще и доверяет ему в служение. Теперь многие поколения верующих восхищаются апостолом Павлом как служителем Христовым. Павел не на себе делает акцент, не на своих похождениях. Он не восхваляет то, кем он был. Это он с таким трепетом об этом вспоминает, что «я был ужасным, но Господь меня помиловал». Он не хочет себя поставить на первое место, он хочет показать нам Христа в этом. Обратите внимание на первое слово 15 стиха. Верно. Это значит точно, без искажения, без лжи. Во всей этой информации есть что-то важное. То, что Павел хочет нам сказать. Верно и всякого принятия достойно. То есть это очень точно, и каждый должен принять эту истину. Самая главная истина, записанная в 15 стихе, что Христос пришел в мир спасти грешников, из которых каждый из нас, братья и сестры, первый. Быть первым грешником, но помилованным и прощенным, это уже не стыдно. Это уже привилегия. Апостол Павел открывает людям силу, спасающей благодати. Господь силен прощать даже самых ужасных преступников. Даже тех, кто уже не раз скаялся, но все равно возвращается ко греху, Господь силен и такого простить, дать ему шанс, одеть его в новые одежды, чтобы человек снова следовал за Христом. 1 Иоанна 4 глава 9 стих. «Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него». Иоанн открывает нам суть спасения. И Иисус умирал на кресте для того, чтобы нам приобрести жизнь вечную, дать новую жизнь. Если посмотреть на апостола Павла, на его жизнь до уверования, он не был до уверования во Христа, он не был атеист. Это был религиозный, ревностный человек, который исполнял закон, который признавал Бога Творца, который знал весь путь израильского народа избранного, который служил по закону Богу, но он, написано, по неведению, жил в неверии, не принимал Христа. Что же случилось, когда Христос ему встретился на пути? Полная перемена. Заметьте, что у Павла дальше в жизни мы не замечаем того, чтобы он как-то плавал, чтобы у него были падения. Вот он ревностно служит Богу, потом встречается с ним Христос, его жизнь абсолютно поворачивается, и он ревностно служит Христу. Мы проповедуем Евангелие в нашей церкви, и у нас не так часто приходят люди с улицы, люди, которые раньше не слышали о Боге, но у нас растут наши дети, подрастают, уже становятся молодежь. Они с детства слышат о Боге, не атеисты, они верят в Бога, в Спасителя, в Бога Творца, но еще не приняли Христа, они еще не произошла вот эта переоценка, чтобы Христос стал их личным спасителем. Наша цель здесь проповедовать Евангелие. Сейчас время принимать решение. Друзья, молодежь, дети, подростки, отсюда звучит весть о том, что Иисус Христос Спаситель и сегодня, и сегодня время для того, чтобы принять решение покаяться и служить Богу, не оставаться первым непрощенным грешником, но лучше быть, я первый грешник, и еще непрощенный, и покаяться, чем остаться без Христа. У нас сейчас будет молитва, братья и сестры, прощенные грешники. Мы будем молиться о том, чтобы Господь касался сердец наших детей, тех людей, которые приходят, которые слышат Евангелие, но еще не приняли, и будем благодарить, что Господь нас помиловал. Мы такие же первые грешники и по своим делам не заслужили спасения, но по благодати Иисуса Христа. Аминь. Помолимся.